Несмотря на то, что технологию трассировки лучей впервые нам представили еще в далеком 2015 году, только сегодня она начинает приобретать популярность. Только сегодня она начинает становиться массовой и востребованной пользователями. Ну и сегодня речь пойдет не о рассказе, а о самой технологии. Если вам это интересно, вы можете поставить лайк или написать об этом в комментарии, если хотите узнать о всей этой технологии подробнее. Речь пойдет о ее интеграции в Battlefield 5. Совсем недавно мы разговаривали о том, что сравнивали графику Battlefield 1 и Call of Duty VV2. Этим занимался я, об этом рассказывал Кирилл Замберус, и мы говорили о том, что несмотря на то, что Call of Duty является технологически устаревшим движком, но они пытаются всегда впихнуть в себя современные технологии освещения, отрисовки теней, благодаря чему картинка становится более насыщенной, более качественной и не ощущается какой-то пластиковой и анимешной. Чего нельзя было сказать о Battlefield 1 на стадии ее реализации. Как только NVIDIA выпускала какие-то новые фишки с освещением, типа или технологии затенения, JBAO, JBAO+, SSO и многие такие аббревиатуры, которые вам, скорее всего, ничего не говорят, они сразу интегрировались в новой части Call of Duty и даже иногда выходили патчами к старым частям. Ну вот в Battlefield 1 использовались давно уже устаревшие технологии, которые не придавали реалистичности картинке. И каково было мое удивление, когда на презентации анонсировали, что именно Battlefield 5 будет одной из первых игр, которая будет поддерживать новую технологию трассировки лучей. Да, кто-то скажет, что изначально это анонсировали на Metro Exodus, но вы сами понимаете, что та игра сингл, и там реализовать это гораздо проще, и приемлемый порог фреймрейта в 30 кадров в секунду для Metro может быть вполне себе окей, но не для Battlefield, как для сетевой игры. И тут же выкладывают геймплей, где показывают, как человек играет спокойно себе в баталии 64 человека на современной, еще пока еще не вышедшей, 2080 Ti, и у него все хорошо, стабильные 60 FPS. Очень часто, когда анонсировали новые технологии, если взять за пример DirectX 10, и одну из первых игр, которая была на пика Lost Planet, которая выходила во времена 8800-х GeForce, у меня была на тот момент GTS-версия, одна из топовых, но несмотря на то, что я был обладателем топовой видеокарты, эта игра жутко тормозила. А сегодня же анонсируют технологию, наконец-то, когда она уже рабочая. Когда в 2015 году впервые открыли нам горизонты трассировки лучей, это все жутко лагало, это все жутко тормозило и выдавало 15 и 10 FPS, именно, скорее всего, поэтому эту технологию перенесли на столь поздний срок, чтобы ее уже нам показать нормально оптимизированной и нормально работающим на современном поколении видеокарт, а не на тех видеокартах, которые выйдут лишь лет так через пять. Возвращаясь к нынешним реалиям и к Battlefield 5. На 2080 Ti эта игра стабильного, дает 60 FPS, по крайней мере, судя из геймплейной, на минуточку, альфа-версия, это даже не бета, а альфа-версия, которая должна глючить, лагать, вылетать, но этого не наблюдается. Хотя, возможно, нам выдают именно предзаписанный какой-то геймплей, специально с теми моментами, когда все работает хорошо и отлично, это не исключено. Что касается картинки, картинка выглядит просто умопомрачительно. Все отражения, все тени, все прорисовано именно так, как должно быть. Распространяется это все без каких-либо задержек, что дает, точнее, что стирает, скорее всего, грани восприятия между этим миром и внутриигровым. Для тех, кто мало знаком с игровой индустрией, с производством игры, вообще как реализовывается 3D графика, они не понимают, что реализация отражений, вообще поведение света, симуляция поведения света в игровом мире это самая сложная задача, которую когда-либо ставили себе разработчики. Именно поэтому прорисовка теней, прорисовка отражений это очень трудоемкий и производительный процесс, который требует от вас, как от разработчика или от вашего железа, который стоит у вас дома, очень много сил. До сегодняшнего дня все тени и отражения были предзаписаны, распространялись по каким-то правилам, которые были прописаны в коде движка. Технология трассировки лучей предполагает и позволяет разработчикам написать одно общее правило для всего игрового мира. Да, это проще, но это требует гораздо больше мощностей. Благодаря этому разработчики высвободят время для того, чтобы не писать какие-то карты обстранения теней для каждого объекта, для каждого здания, для каждого, не знаю, персонажа в игре или для каждого стеклянного элемента, а им просто достаточно будет задать общие параметры. Это ускорит производство игр, но в то же время потребует от вас, как от потребителя, вложения в ваше игровое железо. На выходе вы получаете просто колоссальную разницу между тем, что было и между тем, что стало. Это вы можете наблюдать по тем роликам, которые сейчас идут на фоне, по тем роликам, которые распространяются сейчас в интернете. Но вопрос лишь тут один. Увидеть эту разницу и воспользоваться этой услугой смогут, скорее всего, лишь 10% геймеров, потому что на консолях это никак, по крайней мере на консолях Sony на сегодняшний день, это никак не реализуемое. Возможно, на консолях Microsoft это будет допиливаться, потому что они внедряют это в свое IP DirectX, но об этом чуточку позже. На сегодняшних реалиях получается так, что только лишь покупатели новых видеокарт семейства GeForce 20, 80 или младших серий смогут увидеть эту картинку. А их много? Я думаю, что нет. Мало того, что ПК гейминг не такой распространенный, как консольный гейминг, так еще и порог входа в эту индустрию RTX очень высок, потому что видеокарта на сегодняшний день стоит очень-очень дорого. Но начало этому все-таки положено, и это радует. Вы можете наблюдать ту картинку сейчас, которая, скорее всего, будет на консолях будущего поколения или на облачных сервисах будущего поколения. И такое будущее, знаете ли, меня радует. Если сравнивать мои впечатления и ощущения от увиденного, то, ну, возможно, это будет отступление вам неинтересное, но для меня это был, знаете, такой флэшбэк в прошлое. Однажды анонсировали такую игру, как Brothers in Arms Hell's Heat Way, кажется, так она называлась, когда впервые показывали технологию Unreal Engine 3. Именно там были такие реалистичные, ну, красивые, скажем так, отражения, красивое поведение теней, физики объектов. И именно вот эти же ощущения у меня на сегодняшний день, когда я смотрю геймплейные ролики с RTX Battlefield 5. Именно сегодня Battlefield 5 не будет отставать с точки зрения технических каких-то эффектов относительно новой Call of Duty. И у них будут хотя бы в этом плане равные условия. Если вы хотите узнать о технологии трассировки лучей подробнее, когда она анонсировалась, когда она развивалась и как это все работает, пишите об этом в комментарии. Я обязательно учту, если таких комментариев наберется много, сделаю следующий или один из следующих роликов именно на эту тему. Ну, а на этом у меня все. Спасибо, что смотрели это видео. Всего вам хорошего. До скорой встречи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok